Продолжаем выпуск. Деньги и профессиональные обязанности стали предметом споров в Актюбе. Департамент юстиции заподозрил адвокатов в недобросовестности. Якобы они плохо защищали своих подсудимых за бюджетные деньги. Теперь своей профессиональной лицензией может лишиться председатель Актюбинской областной коллегии адвокатов. Актюбинские адвокаты вместо того, чтобы защищать право граждан, вынуждены бороться за свои. Против них с исками выступил департамент юстиции. В сентябре прошлого года суд лишил адвокатской лицензии трех правозащитников. А вслед за этим сотрудники юстиции инициировали иск и в отношении председателя коллегии адвокатов Раисы Якубенко. Согласно иску, она не уследила за своими коллегами, которые лишь фиктивно защищали права граждан. Сами адвокаты ситуацию считают абсурдной, так как постановления об оплате выставляются следователями. Следователями. Никакие корректировки вносить не могут ни адвокаты, ни их председатели. А вот судья или дознаватель, следователь, они могут, ну как вам сказать, указать неправильное время. День один и тот же, допустим, в один и тот же день, якобы в одно и то же время я участвовал по двум делам. Такого быть не может. Правозащитники связывают свои проблемы с тем, что они во главе со своим руководителем были против законопроекта об адвокатской деятельности и юридической помощи. Закон проекта еще не принят, но если будет, лишит адвокатов независимости, считают они, так как поступки юристов будут расценивать судьи и сотрудники юстиции. Независимость и тому подобное уже будет исключаться. То есть она формально может где-то на бумаге будет, но фактически будет совсем по-другому. Тем временем в департаменте юстиции действия адвокатов называют саботажем и считают, что права граждан, которые не могут нанять юристов, должны добросовестно представлять адвокаты, услуги которых оплачиваются из госказны. Выяснилось, что 15 адвокатов, которых винят в нарушениях, признали вину, а шестеро из них уже вернули деньги в бюджет. Кстати, в месяц услуги адвокатов оценивались от 100 до 300 тысяч тенге. Эта позиция связана лишь с защитой своего руководителя. В отношении именно Октябренской области было выявлено 406 фактов дублированной оплаты. Предварительное слушание в отношении главного адвоката региона назначено на 12 января. Однако, по словам юристов, Раиса Якубенко еще не получила на руки исковое заявление, что они также считают нарушением ее прав. Кстати, адвокаты коллегии, а это свыше 150 человек, надеются на то, что департамент юстиции все же отзовет свой иск. А еще адвокаты признали, что боятся заключать новые договора на оказание бесплатной юридической помощи нуждающимся, так как не застрахованы от таких ситуаций. Эльмира Яжанова, Слыхан Бекенов, Информбюро, Октябренская область.